Всем привет! Сегодня 25 апреля, Московская область. Погода нас по-прежнему не радует. Сегодня плюс 7 градусов, но по ощущениям не больше 5. Нет ветра, самое главное, потому что 4 дня был сильнейший ураганный ветер. А сегодня спокойно, чуть калышет растение, это просто замечательно. Конечно, срывался дождь, но это уже мелочи жизни. А я сегодня утром собралась и поехала в город Пушкино, Клязьминский район. Я думаю, кто проживает в Московской области, знают такие фамилии, как Бобков и Яковлев. Это люди известные, по крайней мере в Московской области это точно. Они коллекционеры. У них довольно-таки большая коллекция рододендронов, ну и также внушительная коллекция многолетних травянистых растений. Это все, что я у них сегодня купила. Выглядит еще эти растения непрезентабельно, потому что буквально вчера они начали их доставать из подвала. То есть я сегодня утром у них была первая покупатель. Но здесь ничего страшного нет. Я эти растения в любом случае сегодня, не завтра, не посезавтра не буду высаживать, потому что у меня цветник только готовится на высадку. Некоторым растениям я просто дам больше объем земли, емкость побольше и как раз до высадки будут уже отличные подрощенные растения. Итак, первое растение, которое я там приобрела, это хаутюния. Название очень интересное и очень сложное, поэтому я буду называть его попроще. Хаутюния дает новые отросточки. Довольно-таки хорошо они начали выходить из земли. Здесь, здесь. Как раз это растение я и пересажу, побольше объем дам. Чуть позже, конечно, я это буду делать. Это многолетнее травянистое растение. Очень декоративное. Многоцветковая окраска листьев. Листья напоминают липовые листья. Они окрашены в светло-зеленый цвет с пестрым рисунком и с красненькой яркой. Очень декоративная листва. Мне так понравилось. А сам цветок, как и у каллы, только в миниатюре. Цветом желто-зеленое с белыми лепестками в обрамлении цветет до конца августа. Еще китайцы называют это растение рыбная мята. Они делают приправу для рыбы. В общем, идет даже как приправа у китайцев. Замечательное растение. Просто великолепное. Очень понравилось. Следующее растение это морозник. Конкретно это морозник абхазский. Сейчас я вам просто покажу поближе цветок. Камера передаст красоту этого цветка или нет. Но цветок просто великолепный. Это морозник именно абхазский. Это травянистый вечно зеленый многолетник. Еще его называют розой Христа или рождественская роза. С этим, конечно, цветком связана одна история. На поклон к плоденцу Христу пришла девушка. Она плакала, что ничего не смогла принести в дар Христу. Тогда к ней явились ангелы. И один из них дотронулся до холодной земли. И на этом месте появилась рождественская роза. Все сорта этого растения ядовиты. Так как содержит алкалоид. Он кардиологического действия. Но, конечно, все яды в умеренных дозах воспринимаются как лекарство. У него очень плотные жесткие листья. Красивые соцветия. Знаете, как мраморные. Вот вживую. Это просто великолепно смотрится. Он начинает, этот цветок, вообще растение развиваться еще под снегом. То есть он идет как первоцвет, можно так сказать. Великолепный. Есть еще морозник кавказский. Он белый, такой с зеленцой. Вот как раз этот морозник кавказский. Его можно купить везде и вся. Его просто выкапывают где-то там в лесах и продают. А вот этот именно цветок такого цвета, абхазский, вы не везде купите. А вот кавказский, он везде продается. Смотрите, как замечательно. Вот один цветочек я купила за 250 рублей. Вы будете смотреть фотографии замечательно. Это уже я сделала фотографии именно там у них на участке. То есть там можно в принципе погулять. У них на участке очень красиво, просто великолепно. Все такое, знаете, полудиком виде. Но подобраны все растения так замечательно. Невероятно. Это я еще приехала вот в конце апреля. Я представляю, как там красиво у них вообще летом. Они делают бесплатные экскурсии. Можно прийти у них погулять, проспрашивать, поговорить. Замечательные люди все вам расскажут. Но так как у нас самоизоляция, они пускают только, ну грубо говоря, на порог. Все, что я сфоткала, это у них только начало. Только начало их участка. Представляете, если туда зайти к ним глубже, там вообще будет просто великолепие. Очень понравилось мне там. Так, следующее растение. Это осока мискантус приобрела. Это тоже многолетнее травянистое растение. Растение высокое довольно-таки. Ну, в общем, это такой эффектный злак. Я его хотела. Сначала хотела заморочиться, вырастить из семян. Потом передумала. Ну и слава богу, потому что я уже потом прочитала, что мискантус очень тяжело всходит. Вот видите, он уже был обрезан. И вот зелененькое начинает проступать. И он уже выходит из зимы. Фотографию я прям приложить не могу. Какой это именно сорт там. Я почему-то не спросила. Просто вот мискантус и мискантус. Какой вырастет, я уже вам потом покажу. Корни у него, смотрите, какие. Ну, корневища у злаковых у всех. Слава богу, хорошая. Деленочка очень приличная. Я его купила, вот этот горшочек, за 250 рублей. Смотрите, здесь деленка очень хорошая. Так, следующее растение сагвинария. Это здесь. Горшочек уже лопнул, потому что мало земли. Я подсыплю, тоже поменяю объем. Сделаю побольше земли и поменяю горшок до высадки. Потому что, видите, растение уже горшок просто разрывает. Так, выходит он из зимы вот так. Непривлекательно. Но, поверьте, это замечательное растение. Я вообще тоже от него в восторге. Такие растения не везде купишь. А если их купишь, по большей части всегда обманывают. Поэтому я очень люблю покупать самовывозом именно у частных вот таких коллекционеров. Потому что они все тебе расскажут. Во-первых, ты увидишь, как это у них на участке растет. Тем более, это наша зона подмосковная. Замечательные люди. Я от них в восторге. Вот у кого покупала все эти растения. Итак, сангвинария это канадская. Есть еще махровая. У меня канадская. Потому что она подешевле. Вот эта деленка стоила 300 рублей. Канадская. А махровая стоила, по-моему, 800 рублей. В общем, дороговато. Я решила начать с канадской. Посмотрю, что и как. Это травянистый многолетник. Он в высоту всего лишь 15 сантиметров. Можно сказать, что он такой почвопокровник. Название переводится как кровь. Это из-за цвета сока. Если поранить корень или основание у корня, будет красной капельки. Этот сок еще индийцы использовали при раскрашивании лица. Представляете, как интересно. Размножается подземными почками на корневище. И разрастается, образуя вот такие полянки. Замечательно. Вот как раз выкапываю корневище. Его можно и так и размножать. Семенами размножаются тоже, но очень сложно. Потому что семена быстро теряют всхожесть. И очень тяжело все это всходит. Корневище самое то. Ну что еще сказать. Сам цветочек, конечно, белоснежный. С желтой такой тычинкой. Сама милота и нежность. Похож на ромашку. Только у него цветок будет покрупнее. Запаха нет вообще. Любит, конечно, он полутень. Сагвинария цветет до трех недель. Листва живет до середины июля. Вот такое замечательное растение я приобрела. Смотрите, какие у него красные корни. Я здесь вот рассмотрела. Конечно, я его пересажу. Так, ну конечно же, я у них приобрела рододендроны. Как я уже сказала, у них большая, довольно-таки большая коллекция. Можно увидеть, как они растут вживую. Я сфотографировала все фотографии, которые сделаны на участке. Я, конечно, вам приложу в это видео. Но вот то еще красоты, конечно, нет. Потому что только, вот считай, конец апреля, грубо говоря. И там я видела этот сад в цвету по телевизору. Потому что в местных новостях, в московских, это довольно-таки часто показывают репортажи с этого участка. Приобрела я всего лишь три сорта рододендрона. Потому что я их никогда не выращивала. И надо с чего-то начинать. Поэтому приобрела первый сорт. Это ледобура. Это полувечно зеленый кустарник. Морозостойкость у него очень хорошая. До минус 32 градусов держит. Предпочитает полутень. Но все рододендроны относятся к верескову. Данный сорт вырастает до двух метров. Цветы у него розово-фиолетовые, колокольчатые. Листва зимуют на ветках и сохраняются до конца цветения. Затем она опадает и на ее месте уже формируется новая листва. Этим кустикам всем по два года. То есть они пережили две зимы. И выглядит вот так. Как мне сказал Яковлев, что они вообще нарастают очень быстро, если их хорошо и правильно посадить. А если посадишь неправильно, будут сидеть, нарастать по 2-3 сантиметра в год и все. Посадите правильно. Очень хорошо сформируют быстро красивые кусты. Вот. Я думаю начнем. Кастарианум. В данном случае я приобрела белый. Не знаю, будет он белый. Потому что я так почитала, что они в основном все-таки с розоватым всем оттенком. Это листопадный рододендрон. Конечно же гибрид. До 3 метров вырастает. Довольно-таки высокорослое растение. И цветет с конца мая до распускания листьев. То есть сначала появляются цветы, а потом уже листья. Это просто еще у него они с прошлого года остались. А Яковлев сказал, что они отпадут. Будет вот здесь цветочная почка. Возможно он даже даст мне цветочек в этом году. И потом уже здесь нарастут у него листья. И будет красивый кустик. Что еще сказать. Цветет до 3 недель. Тоже очень зимостойкий. Ну по идее у него должны быть белые цветочки. Здесь видите он уже дает еще листики прям. От стволика, от стебля. Вот снизу. Вот. Должен сформироваться красивый кустик. Я надеюсь, надеюсь на это. Так, ну и следующее это Гаага. Это как вы видите, уже он отличается от этих сортов. Это вечно зеленый кустарник. На свой страх и риск я приобрела. Потому что, конечно, мне вечно зеленый больше нравится. У них вот такая кожистая, плотная листва. Такая вся, знаете. И выходит они из зимы с листвой. И зимуют они с листвой. Эти, конечно, они все листики опадают. Не тот вид. А это уже, видите, прям растение так растение. Финский гибрид. Что очень хорошо. Финские гибриды ценятся у нас в России. Куст до полутора метров. Цветы у него будут ярко-розовые. Покрыты коричневыми точками. Зацветает, по идее, он уже на второй год жизни. Вот здесь конкретно уже цветочная почка. Не знаю, будет у меня цветочек в этом году или нет. Не знаю. Потому что им-то, по идее, два года уже. Температуру минусовую держит очень хорошо. До минус 36 градусов. Цветет уже около трех недель. Самый неприхотливый и выносливый сорт. Так пишут и говорят. Ну а я буду проверять. А вообще мне очень там понравилась эта гортензия черешковая. Я сейчас вам сфотографировала ее. У них растет очень большая сосна. И по этой сосне вот как раз плетется эта гортензия. Я спросила у Яковлева, сколько лет. Он сказал, что этой гортензии черешковой 17 лет. Представляете, вот какие мощные стебли. Как она впилась в это дерево. Она просто, знаете, как клещнями вот так ползет по этой сосне. Сосна, наверное, ну метров может быть 40, но не меньше. А может быть даже 50. Но я у него спросила, почему он не черенкует эту гортензию. Потому что она же уже получается здесь акклиматизировалась по полной программе. И она вырастет в любой части, мне кажется, Московской области. Но он сказал, что когда-то ее черенковал, продавал. А сейчас он это дело забросил. Ну, возможно, что он восстановит черенкование этой гортензии и будет продавать. Но Лиана просто невероятная. И он рассказывает, что когда она начинает зацветать, вот листья, цветы, невероятный запах. Ну, это, конечно, стоит посмотреть. Возможно, что я в этом году к ним еще съезжу летом. Ведь у нас будет в стране все хорошо. Все мы будем живы-здоровы. Вот я обязательно хочу туда с ребенком съездить и погулять прямо у них по территории. Они это разрешают делать. Поэтому вот такая у меня была утром сегодня поездка и приобретение саженцев. Я с ними списывалась по поводу саженцев по электронной почте еще с прошлого года. Поэтому они меня ждали, собственно говоря. Вот. Завтра вам покажу еще свои приобретения садовые. Растения я имею в виду потихоньку у меня с прошлого года. В декабре я в основном в интернет-магазинах делала заказы. Они уже мне пришли. Я их уже забрала. Самовывозом тоже домчалась. Быстро на машине забрала. Покажу, что еще приобрела. Очень даже интересные растения. Все это я приобретаю в свой миксбордер или цветник, как хотите. В общем, он будет у меня очень большой. Мне нужно очень большое количество растений. Я приобретаю некая коллекция растений у меня есть. Я их прикапывала. Кто-то дарил, кто-то отдавал просто так. У кого-то что-то я покупала. И потихоньку у меня такой есть небольшой дикий цветничок, где у меня собрана небольшая коллекция растений. Это и хосты еще у меня собраны, несколько видов пионы, два вида. Ну, в общем, посадить есть что. Главное сейчас начать и уже подготавливается та площадь под цветник. В общем, самое трудоемкое занятие. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Не болейте. Будьте здоровы. Всем пока.